Итоговые показатели исполнения бюджета за прошедший год и задачи на нынешний представил на публичных слушаниях начальник финансового управления Александр Фрыгин. Он отметил, что исполнение происходило в более благоприятных условиях, чем в 2020 году. Были ликвидированы последствия кризисных явлений пандемии и возросла доходная база. По общему объему доходов бюджет выполнен на 103,8%. При плане 10,4 млрд. рублей поступило 10,7 млрд. рублей. При этом прогнозные показатели по собственному налоговому и неналоговому доходу выполнены на 104,9%. Плановый показатель 5,2 млрд. рублей. Фактическое исполнение 6,1 млрд. рублей. По собственным доходам за прошлый годний показатель городского урока превышен на 611 млн. рублей. Особое внимание финансисты уделяли работе с крупными плательщиками, вопросом ликвидации серой зарплаты, максимальному охвату плательщиков имущественных налогов, сокращению задолженности по платежам в бюджет. Расходная часть бюджета в 2021 году исполнена на 91,7%. В денежном выражении это 10,4 млрд. рублей. По словам Александра Фрыгина, планы и обязательства по всем муниципальным программам исполнялись своевременно. Ремонт дорог, строительство школ, модернизация инженерной инфраструктуры, благоустройство дворов и все прочие вопросы создания комфортной среды. Округ также участвовал в реализации шести национальных проектов. Из нового введения Александр Фрыгин отметил начало реализации проектов так называемого инициативного бюджетирования, позволяющего жителям участвовать в принятии решения по распределению бюджетных средств. Реализация системы инициативного бюджетирования позволяет, путем увлечения населения, сформировать базу первоочередной потребности муниципалитета, обеспечить прозрачность и доступность основной бюджетной информации, установить взаимную ответственность за принятие и реализацию решений как со стороны местных органов власти, так и со стороны общественности. По оценке областного министерства экономики и финансов, в 2021 году городской округ Щелково обладал высоким уровнем долговой устойчивости. Муниципального долга и неисполненных обязательств не было, кредиты не брали. Сведения о ходе бюджетного процесса публиковались в течение года, что обеспечивало транспарентность бюджета. Финансовая грамотность населения повышалась через портал «Бюджет для граждан», и это дало результат. По результатам итогового рейтинга по уровню открытости бюджетных данных за 2021 год, городской округ Щелково занял первое место среди 62 муниципальных образований области. Качество работы с муниципальными финансами получило высокую оценку на региональном и федеральном уровне. По результатам областного мониторинга Щелково присвоено первая, наивысшая степень качества управления. А на всероссийском конкурсе округ занял по этому показателю третье место среди 242 участвовавших муниципалитетов России. Щелковских финансистов поблагодарил член депутатской комиссии по вопросам бюджета и экономики Павел Жуков. По итогам публичных слушаний отчет об исполнении бюджета 2021 направлен в Совет депутатов. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...